У нас в студии Александра Антонова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии Медицинского университета, главный детский стоматолог Хабаровского края. Александра Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с того, что же такое гигиена и правильная гигиена полости рта. Ну, как мы знаем из истории, гигиена – это с древнегреческого богиня здоровья. Поэтому первое, что мы говорим, что гигиена – это комплекс мероприятий, который направлен на выявление факторов риска и поддержание, в данном случае, стоматологического здоровья. Гигиены бывают двух видов. Это индивидуальная и профессиональная. Индивидуальная гигиена полости рта, она проводится самим человеком и направлена прежде всего на поддержание здоровья зубов и состояние полости рта и проводится самим пациентом. Это, как мы все знаем, это самая банальная чистка зубов. Но еще кроме чистки зубов у нас, конечно же, должна быть еще включать дополнительные средства. Это ополаскиватели, это использование флоссов. А вот профессиональная гигиена проводится уже самим стоматологом. И она направлена на то, чтобы удалить те факторы риска, которые пациент не может сделать сам. Это прежде всего удаление минерализованных зубных отложений, это осмотр, это профилактические мероприятия. И, конечно же, вот этот комплекс должен проводиться регулярно. И как мы знаем, что чистка зубов должна проводиться два раза в день, утром после завтрака, не перед завтраком, а после завтрака, а вечером перед сном. А если недостаточно, например, каких-то ощущений пациента, он может просто после сна прополоскать рот, покушать и только потом почистить рот, чтобы у нас целый день гигиена, то есть полость рта была очень чистая. Санна Анатольевна, ну вот я думаю, чтобы понять вообще, для чего эта гигиена нужна и как правильно обращаться с той же зубной щеткой и другими средствами, я думаю, что имеет смысл рассказать про устройство зуба. Вот когда мы говорим кариес, вот кариес, по-моему, самое распространенное заболевание, да? Да, самое распространенное. Ну и вот мы как пациенты понимаем, что это какая-то, может быть, там темная пятнышко на зубе, а что же там происходит на самом деле? Ну, если рассмотреть зуб, у нас зуб прежде всего покрыт самой прочной в организме человека тканью, прочнее ничего не бывает. Эмаль, она вот это белое покрытие, это самое прочное покрытие вообще в организме человека, оно выдерживает 400 килограмм на один квадратный сантиметр, которое у нас при жевании. То есть вот зубы выдерживают такое давление. И эмаль состоит из самого прочного вещества, это кристалл гидроксиапатита. И основные компоненты это кальций, фосфор и дополнительно фтор. Вот если фтора достаточно, то вместо гидроксиапатита образуется фторапатита. Но, к сожалению, в нашем Хабаровском крае содержание фтора ниже нормы, где-то примерно в 10 раз. Поэтому необходимо всем проводить дополнительные какие-то профилактические мероприятия, которые включают фтор. Это, например, фтор, содержащий пасты по возрасту. Это покрытие зубов, особенно у детей, фтор лаком, фтор пенками, фтор гелями. Поэтому вот фтор очень нужен для того, чтобы эмаль сформировалась правильно. Кроме этого, у нас есть внутри дентин, это вот такое более желтое основание, которое поддерживает эмаль. И внутри есть сосудистонервный пучок, или так мы называем сердце зуба. Это как раз там содержатся нервы, сосуды. И это именно тот орган зуба, который причиняет нам всем очень много неудобств. И когда кариес, то есть этот процесс деминерализации... То есть здесь уже процесс просто цветет. Да, когда он достигает, вот близко подходит к пульпе зуба, то как раз возникают самые неприятные ощущения, из-за чего пациенты и, так скажем, не очень любят нас, стоматологов. Потому что возникают пульпиты, и, конечно же, вот это состояние сопровождается достаточно выраженными болями. И если рассматривать дальше строение зуба, то зуб фиксируется... Сейчас мы это уберем. Зуб фиксируется в костной лунке. И с помощью связочного аппарата... Вот здесь вот в луночке у нас есть связочки, которые удерживают этот зуб. И внутри костной ткани у нас проходят сосуды, нервы, и каждый зуб питается у нас и с помощью доступа крови теми минеральными компонентами, и сверху зуб тоже омывается слюной, которая тоже содержит основные минеральные компоненты. Но, к сожалению, у нас есть еще зубной налет. А вот вообще откуда он берется? Ведь зубной налет – это не остатки пищи как таковые, да? А это прям как что-то такое, что как будто бы делается там в нашей полости рта. Да, это вообще скопление микроорганизмов. И так как мы говорим про гигиену, нельзя исключить, что у нас нет стерильного рта. Обязательно есть какие-то микроорганизмы. Где они фиксируются? Они фиксируются вот в этих складочках. Вот здесь мы говорим складочки в зубах, особенно на жевательной группе зубов, на группе маляров и на группе премаляров, да еще на группе рисов у нас есть такие слепые ямки. То есть если посмотреть полость рта, у нас есть такие типичные места. Это жевательные поверхности, это между зубами, мы говорим, скапливается налет и в области шейки зуба. И вот здесь, если посмотреть, конечно, тоже показано, если достать этот зуб, где больше всего налета? В области шейки зуба. И если недостаточно счищать его, то он дальше минерализуется. Что же такое зубной у нас налет? Это конгломерат, огромный конгломерат микроорганизмов. В одном грамме зубного налета содержатся миллиарды. Миллиарды микроорганизмов. И мало того, что сейчас мы говорим о зубном налете, сейчас больше такое понятие вводится как биопленка. То есть это пленка, которая практически фиксируется и внедряется в поверхность зуба. И просто так ее невозможно счистить. Это как отдельный такой вот комплекс микроорганизмов, который имеет четкую свою структуру. Внутри есть такая как бы сетка из органических веществ, а на ней осаждаются вот эти микроорганизмы. Для того, чтобы она перестала существовать, невозможно ничего сделать. Но можно предотвратить обильное ее образование. Александр Анатольевна, ну вот чтобы как-то сегодня подвести некоторые итоги нашего разговора, все-таки мы говорим о гигиене, мы говорим об устройстве зуба. Что важно, вот когда мы чистим зубы, когда мы ухаживаем за полостью рта? Вот понятно, что чистить зубы, да, но вот что важно, может быть, при чистке зубов? Ну, самое главное, мы говорим, что надо соблюдать длительность. Длительность – это минимум 2,5-3 минуты. И хотя вот мы проводили исследования, все знают, сколько чистить. Но, к сожалению, средняя чистка зубов занимает меньше одной минуты. Как у взрослых, так и у детей. И, конечно, все связано, может быть, даже не со столько с мотивацией, но с дефицитом времени. Поэтому что мы советуем? Выбрать время все-таки, поставить любимую песню, которая длится 2,5-3 минуты. Для детей это может быть где-то мультик, где-то песенка. Песочные часы – отличная вещь в ванной. Песочные часы – просто отлично. Великолепная идея, но надо выдерживать время. Второе – мы говорим о том, что надо совершать правильные движения. Это, конечно, выметающие движения. И третье – мы должны регулярность соблюдать. Регулярность – это самое главное. И плюс еще чистить зубы. Как правило, мы говорим, в нашем регионе это фтор, содержащие пасты. То есть пасты без фтора нам, к сожалению, не подходят? С осторожностью? С осторожностью надо их использовать. Но есть пасты по возрасту, с разным содержанием фтора. И не надо бояться. К сожалению, в интернете очень много каких-то домыслов, что нельзя пользоваться. Для нашего региона показана чистка только фтор, содержащими пастами. Концентрация фтора в пасте оптимальная. И выше 1450 ппм, то есть для взрослого человека, для подростка, это самое оптимальное. Выше уже нет. Есть другие пасты, профессиональные, но они не продаются. Поэтому они используются только стоматологами на приеме, при проведении профессиональной гигиены. Поэтому не нужно бояться. Это физиологическая такая концентрация. И она достаточно оптимально используется во всех профилактических мероприятиях. Анастасия Анатольевна, я предлагаю на сегодня поставить точку. А в наших следующих программах мы продолжим разговор, будем рассказывать вам о том, какие пасты появляются в стоматологии. Не только в стоматологии, но и мы можем использовать их в ежедневном уходе. Будем рассказывать о щетках и обязательно напомним вам все-таки не только про количество минут, сколько нужно проводить зубной щеткой во рту, но и как, какие движения, какие способы чистки все-таки нужно обязательно использовать, чтобы сохранить зубы здоровыми. В студии у нас была Александра Антонова, доктор медицинских ног, заведующая кафедрой детской стоматологии Медицинского университета, главный детский стоматолог Хабаровского края.